Арена Мариел к открытию практически готова. На крупнейшем в республике крытом спортивном сооружении в эти дни идут финальные работы. По предварительным данным, официально свои двери футбольно-легкоатлетический манеж распахнет в последних числах уходящего 2015 года. С нетерпением ждут праздничного события и юные воспитанники спортивных школ по футболу и легкой атлетике, которые в зимний период занимаются не то чтобы в плохих, однако далеко не идеальных условиях. Проход с мячом, пас, обводка и удар по воротам. Это упражнение одно из базовых на любой тренировке этих и других юных футболистов. Однако есть одно но. Если летом тренировки кудесников мяча проходят в нормальных условиях, на газоне стадионов дружба и молодежный, то зимой мальчишки вынуждены оттачивать мастерство в спортивных залах на паркете. Понятное дело, что никто не говорит, что условия плохие, однако идеальными их никак назвать нельзя. И если футболисты зимой худо-бедно существуют, то легкоатлетам приходится совсем тяжко. Королева спорта практически на полгода уходит в небытие, что самым прямым образом влияет на результаты. Во-первых, по сути прерывается полноценный тренировочный процесс. Во-вторых, практически не проводятся соревнования, а если проводятся, то в местах совсем не напоминающие спортивные. К примеру, много лет беговые дисциплины проводились по коридорам тогда еще политеха. Зимой мы тренируемся в основном в спортивных залах игровых и на улице. Бег на улице, скоростной и в залах все-таки относится больше к упражнениям прикладной и общей направленности, чем специальной соревновательной подготовки. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что все это дела минувших дней. Уже этой зимой и футболисты, и легкоатлеты смогут заниматься в идеальных условиях. В зречной части города со дня на день официально будет открыта арена Мрил. Крупнейшее в регионе крытое спортивное сооружение, как по вместимости зрителей, так и по масштабам. За стройкой, если не века, то как минимум десятилетия следила вся Ешкар-Эла. И в первую очередь будущие хозяева Манежа, юные футболисты и легкоатлеты. Результаты, надеюсь, будут наивысшие. И, во всяком случае, это спортсоружение позволит достигать их нашим спортсменам. Здесь можно сказать, что полноценный стадион под крышей. То есть условия ничем не отличаются от условий на открытом стадионе. Я думаю, что количество занимающихся увеличится в разы. Потому что условия теперь будут зимние отвечать нормальным. Здесь можно проводить полноценную подготовку к соревновательному сезону легкой атлетам. Ну и другие виды спорта здесь могут проводить свою зимнюю подготовку. Футбол играет буквально все. Все виды спорта в качестве разминки применяют игру в футбол. Играют и совсем маленькие дети, играют и взрослые, и ветераны. И сегодня даже уже девчонки играют в футбол. Поэтому я хотел бы сказать слова благодарности Леониду Игоревичу Маркелову. Слава и благодарности нашему правительству, что построено очень уникальное спортивное сооружение. Какое развитие даст для нашей школы именно вот это спортивное сооружение? Ну прежде всего это футбольное поле настоящее, с современным покрытием. Оно даст возможность заниматься круглый год. Это даст огромный толчок развитию футбола в республике. Нашим детям, которые любят футбол. У нас есть огромная армия болельщиков, которые даже на тренировках спортивной школы присутствуют. Я думаю, что в совсем недалеком будущем мы будем проводить более современный учебно-тренировочный процесс. Ребята наши будут достигать и более высокого уровня, как в Приволжье, так и в российском чемпионате. Несколько лет строительства, более миллиарда рублей вложенных бюджетных средств, огромные размеры спортивного сооружения. Арена Мариел станет украшением активно развивающейся ешкаролы. По соседству новенький Воскресенский парк, современные автомагистрали, удобная транспортная доступность. Кроме современного футбольного покрытия, профессиональных беговых дорожек, секторов для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, во дворце спорта в будущем будут кафе, тренажерные залы, физкультурно-оздоровительный диспансер. Футбольный легкотлетический манеж станет центром семейного отдыха жителей ешкаролы и гостей столицы Мариел. Люди хотят заниматься спортом, вести здоровую жизнь. Надо, чтобы за символическую плату сюда пускали людей, а школьников и спортсменов вообще бесплатно, и учащихся, в том числе университетов. И хочу, чтобы этот манеж работал еще и на наши университеты, и на наши профтехобразования, и техникам, и школы, чтобы сюда допускались бесплатно студенты, которые занимаются спортом, проходят общеведическую подготовку, они могли здесь тренироваться. Я думаю, что даже те, кто не хотят заниматься спортом, побывав в таком великолепном манеже, они полюбят спорт. По предварительным планам открытие арены Мариел состоится уже в ближайшие дни. Сразу после этого в манеже пройдут соревнования в рамках зимнего чемпионата по легкой атлетике, а в первых числах Нового года стартует первый под крышей зимний чемпионат Республики по футболу. Ну и, конечно, во Дворце спорта свои тренировки начнут юные воспитанники спортивных школ по футболу и легкой атлетике.